Нейрохирурги больницы имени Владимирцева провели очередную высокотехнологическую операцию на мозге с помощью эндоскопа, который позволяет проводить процедуры без больших резервов. Ежегодно врачи выполняют около 1500 операций на позвоночнике, головном и спинном мозге. Из них более 30% относятся к высокотехнологическим видам медицинской помощи. С 2022 года число таких операций увеличилось на 25%, что соответствует задачам национального проекта здравоохранения. Операция с применением высокотехнологического оборудования приводит к улучшению результатов лечения, уменьшению количества осложнений и времени реабилитации. Раньше для удаления опухоли гипофизой делали большую трепанацию черепа, и операция занимала 6 часов. Сейчас эндоскопическая операция длится в среднем полтора часа. Используется меньше наркоза, пациент быстрее восстанавливается и раньше выписывается, рассказал Михаил Космачев, заведующий нейрохирургическим отделением номер один. Подобные операции в больнице имени Владимирцева проводятся 17 лет. Функционирует два нейрохирургических отделения на 70 мест. С 2023 года в больнице развернут детский нейрохирургический центр для оказания помощи детям с нейрохирургическими заболеваниями, повреждением головного и спинного мозга позвоночника, периферической нервной системы. Лечение получат пациенты не только из Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. В последние два года отмечается значительный рост количества нейрохирургических операций. Это связано с увеличением возможностей в плане диагностического лечебного оборудования, повышения квалификации врачей. За последний год у нас было около 200 малоинвазивных операций. Один из направлений, которые мы хотим развивать, являются внутрисосудистые операции. Среди них, например, хирургия малых доступов, которая позволяет с минимальным повреждением решать вопросы при сосудистых заболеваниях, отметил Александр Калашников, исполняющий обязанности главного врача больницы имени Владимирцева. В работу медиков уже внедрили методики удаления тромбов сосудистого головного мозга, которая вызывает инсульт. Это позволяет в кратчайшие сроки минимизировать повреждающие эффекты от возникающего нарушенного кровообращения и ограничить повреждения участков головного мозга. В результате пациенты поправляются гораздо быстрее и практически без последствий для здоровья. Учреждение участвует в региональном проекте по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями президентского нацпроекта здравоохранения. За последние три года удалось осуществить переоснащение учреждений современным оборудованием. На днях ожидается поставка и монтаж нового ангиографа. Больница имени Владимирцева не единственное учреждение, в котором оказываются высокотехнологические операции. Напомним, что хирурги больницы имени Сергеева с 2022 года провели 28 операций по пересадке почки. На прошлой неделе они освоили новый метод забора донорской почки. Обучение данному способу трансплантации почки станет мощным вкладом в донорство, ведь отдающий свой орган может не переживать за реабилитацию и шрам. Если раньше для операций требовался большой надрез, то теперь хирурги ограничатся парой проколов. Такой метод позволит организму восстановиться за пару дней и практически не оставит следов хирургического вмешательства. Также в медучреждении выполнены три операции по пересадке печени. Дальнейшая задача – увеличить количество таких операций. Кроме того, прорабатывается вопрос организации проведения пересадки сердца и роговицы. Для этих целей в Хабаровском крае есть все необходимые ресурсы.